так короче тут экстренное включение до кумека ли мы кое-что до чего короче можешь объяснить там двумя словами значит мы говорим с володи об одном и том же но несколько иными словами значит смысл кортизола заключается в том что на нем легче выйти нейрон что если у вас по жизни все кайфа выживаете на кайфе у вас дофига сиротонина дофамина то есть все нормально по жизни какой-то момент у вас происходит какая-то шняга и вы проваливаетесь в кортизол вот на этом пике возможно пробитие иров если у вас жизнь стоите в постоянном стрессе в постоянуizes вмерике то есть вы в говне и И если вы проваливаете еще ниже кортизол, вот здесь не уверен, что это сработает. То есть, нужна некая встряска. Да. То есть, опять же... Должен быть пик хорошей нормальной жизни, кайфовый. И должен быть провал какой-то. Вот на этом моменте, мне кажется, возможно, какое-то пробитие. Но это, опять же, история пока что не доказанная. Но, в принципе, показания подопытных практически всех на этом сходят. Не практически, а я так понял, что всех. Да, 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 всех абсолютно. Что у них какое-то было говно. И они потом сказали, о, блядь, типа, это за все мои, типа, грехи. Мне вот эта вот херь, типа, воздалась. Слонешное кино. Слонешное кино, да, да, да. Но, как бы, воздалось мне. Даже Артур, я помню, тоже видео записывал, типа. Жил хорошо, в какое-то говно попал. И потом, как бы, ходил охуевал, что ему, типа, за все это отсыпали. Прям нехуевых кайфов. Да и у всех. Да и у Ильи тоже было. У КР еще у него было, там, помню, в депрессии. И у Архенами тоже в депрессии. Получается, что не то, чтобы важно в говно уйти, да. Важна какая-то встряска. Причем, вот этих кайфов, вот этой хорошей жизни, дофамина, серотонина, должно быть много запас, большой запас. Потому что, если будет его мало, то, может быть, просто одно пробитие, и он отвалится. И если ты жил вообще в нормальном кайфе долгое время, мне кажется, он накапливается. И тогда у тебя больше шансов, что он закрепится надолго. Да, да, вот, то есть, из говна вырулить в нормальную, то есть, если вы из говна в говно вырулить, то он, скорее всего, не закрепится. Он, то есть, пару раз пробьет, и на каком-то стрессе совсем отвалится. Ну, примерно, как у меня и было. Да, примерно, вот, как у молодого и было. То есть, ты как раз, да, у тебя, получается, нормально тебя пробило, то есть, с этой телкой, там, тут тыры-пыры, шуры-муры, она там даже еще прям отсасывала нормально, а потом что-то как-то... Да, дело не в том, что она отсасывала, это хрена все, дело в том, что я жил в каком-то ощущении, что я должен, типа, найти пиздатую телку, как мне казалось. Я ее нашел, соответственно, как бы организм меня начал накидывать дофамина, серотонина, как я думаю. Я пребывал в супер приподнятом настроении, потом мы с ней, типа, поебались, у меня то вставало, то падало, я такой, блядь, что со мной вообще происходит? Я упал в стресс, и потом я, типа, приехал домой, как бы подорочил, меня пробило, я был в дико-эфоритическом настроении, и потом, на следующий день вечером я к ней приехал, мы ебались, я не смог кончить, то есть, у меня просто стоял, но я кончить не смог. На следующее утро мы с ней вместе проснулись, снова поебались, и вот, видимо, как ты говоришь, из-за того, что, возможно, серотонина было очень много, мне было очень тяжело кончить, я тоже кончил, и меня пробило второй раз, и он исчез навсегда потом. Тяжелые истории кофеиновых наркоманов, все дела. Вот, ну, как-то так, надеюсь, немножко мы ясности внесли в этот вопрос, покедовал второй раз.